В Челябинске стартовал отопительный сезон. Сегодня коммунальщики запустили котельные. В ближайшие дни в квартирах горожан нагреются батареи. Что еще обсуждали в мэрии, узнала Екатерина Амелина. Аппаратные в мэрии сегодня начали с аплодисментов. Бюджетникам вручили сертификаты на покупку жилья. И в ближайшее время новоселье справят пять семей. Полицкая Ольга Александровна, работники детской школы искусств номер три. В остальном на повестке текущие вопросы. Главный из них – старт отопительного сезона. Сегодня в городе запускают котельные. Впрочем, тепло в квартирах станет не сразу. Безусловно, это же достаточно сложная техническая система. Она инерционна. Пройдет какое-то время. Это не значит, что в 8 часов утра, допустим, 4 октября в квартире сразу станет тепло. Действительно, это займет день-два. В целом, Челябинск готов к зиме, говорят коммунальщики. Крупных сбоев с подачей тепла не ожидается. Нагреются батареи в самой проблемной точке Челябинска – поселке Чвакуш. Много сделали для этого. Если не физических сил, моральных, то очень много усилий направили на то, чтобы котельная, которая является собственностью Министерства обороны, была подготовлена к зиме и запущена. Ну и наши старания не прошли даром. Это питьный сезон начинается, и котельная Чвакуш заходит в этот сезон с теплом. Хорошие новости и для автолюбителей. Город вскоре избавится от пробок. На этой неделе после реконструкции откроется несколько развязок. На этой неделе предлагается 7 числа запустить южный проезд вдоль кладбища от Свердловского тракта до пересечения с улицы Торенужина. 8-го предлагается ряд участков открыть. Это участок улицы Высоководной. По существу это половина, чуть больше. Значит, улица Бурчатова – это вот второй этап для завершения строительства для новой гестрали. Кроме того, будет запущен еще один путепровод на въезде в Ленинский район. Продолжение следует...